Мир вам, дорогие телезрители! С вами автор и телеведущий экстрасенс Любомир Богоявленский. И это четвертая серия, уникальная. Это авторская передача Прометей в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на ведущем европейском телеканале «Новый мир». Тема этой уникальной серии «День рождения» и «Наша судьба». А для тех, кто видит меня впервые, я прошу моих помощников вывести видео-справку обо мне. Справка! Любомир Богоявленский, телеведущий экстрасенс, маг, психолог, философ, провидец, парапсихолог, эзотерик и таролог. Имеет два высших образования. По первому высшему образованию Любомир – магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии. В 2012 году с отличием окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился шесть лет на дневном отделении факультета психологии. Также три года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. По второму высшему образованию «Отличник» окончил в 2015 году Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности учитель английского языка и мировой литературы. Участник русской битвы экстрасенсов-17, эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. С 2021 года телеведущий «Экстрасенс» и автор эзоцикла программ «Прометей», которые выходят в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на европейском телеканале «Новый мир». Любомир – поэт и писатель. Автор и соавтор более 18 книг, в число которых входят в сборники поэзии. Две пьесы, более 10 книг по магии и эзотерике. Автор научных статей по психологии и философии. Автор трех колод Таро. Гей Таро-черта, Таро-колдуна и Таро-вечности. Философ-аспирант. Аспирант-психолог. Любомир Богоявлинский пишет параллельно две кандидатские диссертации по философии и психологии. Сфера научных интересов. Философская антропология. История психологии. Патопсихология. Проблема смерти и бессмертия личности. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей. За два сезона эзот-цикла Прометей вышло восемь серий. И сегодня у нас девятая серия. А во втором сезоне Прометей «Лабиринты судьбы» это четвертая серия на телеканале «Новый мир». Дорогие друзья, дорогие телезрители, хочу вам рассказать, у кого же день рождения. 9 июля 2021 года у меня был день рождения. Мне исполнилось 34 года. И в связи с этим сегодня я этот эфир посвящаю своему дню рождения. Я уже много лет веду приемы и помогаю людям, как частный психолог и таролог. Сегодня вся жизнь предстала перед моими глазами. Мой жизненный путь, мой крест, мое предназначение и моя судьба помогать людям. Все предстало перед моими глазами мастера. В 2018 году на мой день рождения, мои подопечные, подарили мне видеоотзывы, которые остаются очень дорогими и важными для меня всегда. Поэтому, мои родные, я хочу поделиться с вами этим лучиком в темном царстве. Ибо в них отражается любовь людей ко мне, Любомиру Богоявленскому. Мои подопечные, клиенты любят и уважают меня, а я люблю и уважаю их, дорогие телезрители. Я хочу поделиться с вами этими видеоотзывами, как лучиком света в темном царстве. Я попрошу моих помощников вывести нарезку видеоотзывов, которые мне подарили мои подопечные в 2018 году на мой день рождения, 9 июля. Дорогой Любомир Богоявленский, спасибо вам, что вы ездите на самом деле, что вы такой человечек, который и правда людям помогает. Спасибо вам большое. Я была в Бомира Богоявленскому. Он мне очень помогает. Он кинул на капу. Я был на приеме Бомира Богоявленскому. Я был очень доволен с его работой. Спасибо. Я была в Бомира Богоявленскому на приеме. Он мне очень понравился. Он мне все открыто сказал. Я была на приеме у экстрасенсуса Любомира Богоявленского. Он мне зарядил воду, свечку. Мне очень помогло. Я была на приеме у Любомира Богоявленского. Это второй раз. Я была на приеме у Любомира Богоявленского. Он мне сказал правду. И мне очень понравилось. Я был на приеме у Любомира Богоявленского. Он мне уже допомог. Он энергетикой, своей силой. У Любомира Богоявленского. И мне очень понравилось, как человек раскладывает и говорит всю правду в недействительности. Я очень... Мои дорогие телезрители, только сегодня, только в честь дня моего рождения те, кто позвонит во время этой передачи на номера колл-центра, вы сможете получить уникальные духовные подарки от меня, мастера Любомира Богоявленского. Итак, тот, кто сейчас позвонит на номер горячей линии, сможет получить 40% скидки на мой любой термин, начиная от диагностики на Таро и заканчивая обрядом от порчи и любого негатива. И все это в честь дня моего рождения. Я напоминаю, 40% скидки. Не упустите этот шанс, мои дорогие. И я напомню, телефоны, по которым вы уже сейчас можете обратиться ко мне в прямой эфир. Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия. Плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина. Плюс 3, 0, 94, 711, 41, 13. Израиль. Плюс 972, 256, 0, 94, 399, 399, США. Плюс 1, 917, 475, 0, 8, 39. Мои родные, я вас так всех люблю. Набирайте прямо сейчас. Ну, так же я буду проводить специальный магический молебен о здравии ко святым апостолам Петру и Павлу. Именно все, кто сейчас ко мне дозвонится, будут записаны моими помощниками и переданы мне, мастеру Любомиру, для того, чтобы я их зачитал во время молебна. Это сильнейший молебен от негатива, от немочи телесной и душевной. Если вы или кто-то у вас болеет, плохо себя чувствует, то спешите, мои родные, не упустите ваш шанс, чтобы совершенно бесплатно записать ваше имя или имя вашего близкого, максимум три имени можно, на молебен о здравии к апостолам Петру и Павлу. Этот молебен я буду проводить 12 июля 2021 года в 12 часов дня. Имена всех дозвонившихся примут участие также в розыгрыше бесплатного термина от меня, мастера Любомира Богоявленского. Розыгрыш состоится 12 июля 2021 года ориентировочно в 15.00 в 3 часа дня. Победитель будет уведомлен через моего помощника. Дорогие телезрители, сегодня день рождения у меня, а духовные подарки будете получать именно вы, мои родные. Поэтому приготовьте чистый листик бумаги А4 или можно вырвать обычные из тетрадки, ручку, либо карандашик. Тот, кто будет смотреть нас до конца, сможет получить в конце этой серии уникальный ритуал для исполнения вашего заветного желания, мои родные. Итак, набирайте прямо сейчас на эти номера, что я вам говорила, что вы видите на экране, а также сегодня в эфир будут звонить мои коллеги-экстрасенсы, люди, которые помнят меня из прошлых моих работ психологом госучреждения города Киева, моего Людмёва. И некоторые из моих клиентов, желающих очень много, но некоторые из них смогут дозвониться, ведь эфирное время, к сожалению, ограничено. Поэтому позвонит несколько человек. Часть мастеров сделают для вас духовные подарки, мои родные. А те клиенты, которые позвонят ко мне в эфир, получат духовный подарок от меня, совет от высших сил через оракул, Таро Иисуса Христа. Это уникальная эзотерическая система. Вот эти карты. Здесь больше 140 арканов, где-то порядка 148. В Библии, в священном писании заключена мудрость. И эти карты дают совет человеку от высших сил языком Библии и языком также высшей духовной мудрости. Это Таро, это жизненный цикл человека, это Таро также солнечного цикла. Чтобы эти карты интерпретировать необходима книга «Мои родные», потому что система очень непростая и это все запомнить тоже очень непросто. Поэтому только мне дозвониться из подопечных, клиентов, я буду вытаскивать для него карту, совет через Таро Иисуса Христа, И также смотреть по книге тот псалом, который человек должен сам будет найти. То есть приготовьте Библию, мои родные, либо просто псалом царя, псалтри царя Давида, и тот, кто дозвонится с подопечных, я вытащу карту Таро Иисуса Христа, я скажу, какой же псалом нужно будет также почитать. В этом библейном псалме содержится то послание, которое предначерпано человеку именно сейчас, в этот период его жизни. И в нем содержится мудрость. Колода уникальная, и в этот эфир я буду просматривать по ней. А нам звоночек я слышу? Алло. Алло, здравствуйте. Ой, здравствуйте, родная Лариса. Здравствуйте, Любомир. Я позвонила специально сегодня, чтобы поздравить вас с вашим праздником и с днем рождения. Спасибо, моя любимая Сумма. Я хочу пожелать в этот день одному из величайших практиков эзотерики и магии в Украине, чтобы его сила пребывала все больше и больше, чтобы вас сохраняли высшие силы, и чтобы мудрость и терпение всегда на вашем пути давали вам победу и успех. Родная Лариса, вы знаете, настолько приятно. Огромнейшее вам спасибо. Вы великая гениальная поэтесса, творец, и вы врожденная ведьма, в силе которой я лично, как практик, не раз убедился. это человек Лариса Могила с реальными сверхспособностями и невероятной ведьмовской и паранормальной силой. Огромное спасибо за ваше поздравление. Лариса, ко мне приходила, мои родные телезрители, в первом сезоне, в третью серию, посвященную колдовству и ведьмовству. И вот посмотрите на экран, здесь есть номер телефона, по которому вы можете лично записаться на прием к мастеру Ларисе Могиле. Огромное ему спасибо. Очень приятно, Лариса. Будьте благословенны, да пребудет с вами сила. Благодарю, Любомир, еще раз с праздником и с днем рождения. Спасибо. Дорогие телезрители, насколько мне приятно, что мне звонят коллеги-мастера. Насколько важно в мире эзотерики и магии, когда есть родные души, те практики, сильнейшие эксперты в сфере белой, черной магии, эзотерики, ведь магия едина, которые меня любят, уважают и которых я уважаю. Лариса Могила это легендарная киевская ведьма, это тот человек, который не просто телезвезда с мировым именем, а это та ведьма, в которой есть реальные сверхспособности, паранормальная сила. И как же мне приятно, что такой человек, уникальный мастер, коллега, звонит мне в эфир и поздравляет меня с днем рождения. Мне приятно то, что проходя этот тернистый путь, а у меня было в жизненном пути телезрители сотни тысяч испытаний, где меня сила испытывала, проходя горе, муки, страдания. И вот я, проходя этот путь, встречал волей высших сил вот таких уникальных, сильных мастеров, как Лариса Могила, людей не от мира сего, которые своим интеллектом, а у Ларисы невероятный интеллект, творческими способностями противостоять силам зла и выбирают добро, потому что Лариса это мастер сильнейших черных порч, а она не хочет делать порчи, она использует свой дар ведьмы во благо людям. И вот мастера мне сегодня звонят, позвонила первый гость Лариса Могила, мне так приятно, мои родные, и вот звоните по номерам, которые вы будете видеть, если еще мастера позвонят, к Ларисе Могиле, к другим мастерам, и записывайтесь на приемы. Когда Лариса ко мне пришла в третью серию второго сезона, и я надеюсь, что я в предыдущем поставлю повтор эту серию, чтобы все увидели на потрясающем канале, гениальном моем любимом канале Новый мир, эту серию, вот, это было настолько, это было такое событие, это такое было духовное силище, и я слышу новый звоночек, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Любомир, солнышко мое, приветствую вас, Виктория, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам здоровья, радости в жизни, пусть бываются все ваши мечты и начинания, вы всегда нам помогали, и я вас очень тепло вспоминаю, и в этот ваш радостный день, хочу вас, поздравляю вас, и желаю вам всех-всех благ, чтобы все у вас складывалось и все у вас было хорошо в жизни. Мой дорогой светлый ангел Виктория, огромное вам спасибо за ваше искреннее поздравление, Виктория, это настолько духовная, высокоинтеллектуальная личность, а у меня будет для вас духовный подарок. У меня сейчас таро Иисуса Христа, и я через это таро посмотрю совет от высших сил конкретно для вас, ваш период жизни, что говорят высшие силы. Я вытаскиваю карту трудолюбия. У нас выпал аркан трудолюбия, то есть эта карта говорит, во-первых, что вы трудоголик, и сейчас у вас много работы, которая вам необходима сейчас для того, чтобы вы могли достичь вашей цели. трудолюбия. эта карта говорит однозначно о том, что вы сможете решить любые ваши препятствия, которые могут быть связаны с бизнесом, какие-то утруднения связанные с материальной составляющей, все вы достигнете, и все у вас разрешится, у вашей жизни. Ваш труд, какой бы он ни казался тяжелый, непростой, он обязательно будет вознагражден свыше, и эта карта однозначно говорит, что сейчас вы идете именно по вашему уникальному пути, по тому пути, который вам нужно пройти именно сейчас. Было преодолено препятствия тяжелые в вашей жизни, которые преодолены в первую очередь вашим трудом, вашей настойчивостью, и также вашей силой воли, вашей силой духа, и на вас ожидает однозначно, это еще мне карта говорит, и денежное вознаграждение, и денежная помощь. И вот я сейчас смотрю книгу, в которой я хочу найти тот псалм, связанный с этим, чтобы для вас прочесть его, потому что в библейных псалмах сокрыта мудрость Иисуса Христа и Всевышнего, которая помогает людям для того, чтобы они могли обрести какой-то сакральный смысл их индивидуальной жизни. Вот я открываю эту страничку, чтобы вам сказать псалм, вы запишите его и уже сами откроете Библию либо псалты и прочитаете, какой же вам псалм нужно почитать. Значит, смотрите, это псалм 44-й. Псалм 44-й. Кто как Бог поражающий воображение, это сила данного псалма. Значит, символ трудолюбия, это благословение на труд вам посылает Бог. Прочитайте этот псалм 44-й, вот желательно сегодня, ну можно даже завтра найдите, и вы обязательно в нем также еще найдете сакральную мудрость. Ну, а если вам будет нужно какое-то еще пояснение по этому Аркану, то пожалуйста, дорогая Виктория, звоните, стучите ко мне, и я вам обязательно дам еще информацию, если у вас будет она возникать, трудитесь, и ваш труд будет вознагражден сполна. Благословение высших сил. Спасибо вам огромное, хочу еще добавить, что благодаря вам мы прошли негативную ситуацию в жизни. Спасибо вам огромное. Обнимаю вас, спасибо, я молитвенна с вами, чтобы вы знали, я незрима с вами, но я надеюсь, что в грядущем мы обязательно увидимся вживую, я приеду к вам в гости. Будьте благословенны. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня, благословения высших сил. И вам тоже, и вам тоже. Хорошего грядущего, воскресенья. Благословения свыше. Родные мои, телезрители, у меня сегодня день рождения, подарки духовные для вас. Это и расклад на Тару Иисуса Христа. Это также 40% скидки на любой термин. 12-го числа молебен буду проводить, за всех молиться, кто когда звонится, кто имя запишет, помощники запишут максимум три имени, передадут мне, и будет розыгрыш. Один человек выиграет приз, бесплатный термин. Напомню имена, напоминаю вам телефоны, родные мои. Я, знаете, такой сейчас волнованный, так приятно, когда люди звонят, они меня помнят. Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия, плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13. Израиль, плюс 972, 256, 09, 399. США, плюс 1, 917, 475, 08, 39. Я жду ваши звонки, родные. Звоните прямо сейчас. Дорогие телезрители, к сожалению, не все подопечные могут ко мне дозвониться, поэтому некоторых из них будут показаны их видеоотзывы, которые они еще мне оставили, будучи у меня на приеме в реальности. Поэтому я прошу прямо сейчас показать видеоотзыв Алексея. Любомира, вот, я получил в подарок вот такую вот книгу, вот, книга называется «Мистический путь Элитаро Чёрта». Вот, так же я приобрел колоду карт до данной книги, которая имеет аналогичное название. Вот, своим приобретением вот я очень-таки доволен, вот, потому что, в отличие от обыкновенных карт в этой колоде не 78, а 99 карт. Вот, они оформлены очень ярко, красочно, красиво. Вот, скажу несколько слов о книге. книга толстая, в ней есть очень много интересных советов, вот, и тех советов, которые действительно могут помочь в реальных жизненных ситуациях. Вот, теперь скажу несколько слов о самом Любомире. этот человек довольно-таки отзывчивый, вот, он прислушивается до каждого клиента, который к нему приходит, вот, и старается по максимуму помочь. Вот, ну, и в целом скажу то, что я доволен работой этого экстрасенса, вот, и, ну, и учитывая то, что я его знаю уже давно, вот, вот, если в меня там в будущем будут возникать какие-либо вопросы, вот, то я, конечно, буду обращаться к нему. Огромное спасибо за ваш светлый отзыв. Пусть мистический путь гея или второй черта Любомира Богоявленского подарят вашей жизни не просто заряд счастья и позитива, а смогут помочь вам посмотреть на других людей иными глазами и увидеть в душах людских вот этих чертей 36, увидеть вот эти страсти, которые есть в душах людей, потому что часто они маскируются, понимаете, их не видно. Я верю в то, что эта колода и эта книга вам будут верными помощниками и защитниками в вашей жизни. Да хранит вас высшая сила. С уважением, ваш Любомир Богоявленский. Благодарю. Дорогие телезрители, пройденный огромный путь и я благодарю судьбу и высшие силы, что я успел передать уже человечеству огромный багаж знаний без преувеличения. Вот видели вы видеоотзыве Алексея, моего подопечного, мою книгу, которую написал «Мистический путь гей» и «Таро черта» Любомира Богоявленского на 650 страниц. Я передал и научил людей, как гадать по этой колоде и просматривать любые самые сложные ситуации в жизни человека. Все, кто были и в реале у меня на приеме, и в режиме терминов, убеждались, что колода я нарисовал своей рукой, 99 эскизов, которых на планете Земля еще не было без преувеличения, духов, чертей, мистические существа, и два художника, Розалия Дегтярева и Леони Маркетти, они нарисовали, я проконтролировал мою колоду. Эти карты, они карты силы. я слышу звоночек, алло? Да, да, я вас питаю, Любовь Ивановна, моя любимая, родная душа. Я вас пометаю, я с вами прошу, с вами работала, вы прекрасный человечек. Называйте на ты меня, солнышко, на ты называйте и не волнуйтесь, я так рад вам. Да, да, вы человек с большой буквы. Спасибо, что я с вами работала, что я вас знаю хорошо. Я очень рада, очень рада за теплые ваши отношения, за хорошее внимание к людям, к нашим сотрудникам, к нам всем. Вот столько, я уже 8 лет вас больше узнаю, вы очень светлый, очень теплый человечек. Я желаю вам такое здоровья, благополучия, всего самого, самого хорошего. Желаю добра и всего. Я рада. Спасибо, мое родное солнышко. Спасибо. Мы работали на работе, я работала психологом в Дарнинском территориальном центре социального обслуживания города Киева два года. И вот, Любовь Ивановна, это был мой светлый ангел, это был тот уникальный человек, сотрудница, у нас был потрясающий коллектив, Любовь Ивановна, Любовь Николаевна, наша заведующая отдела социальной реабилитации, и, конечно же, Ирина Николаевна, передайте им всем приветики, я работал психологами, читал там лекции, ко мне приходил весь Дарнинский район города Киева, и как приятно, что вы не забыли. светлый человек. Спасибо, а я для вас духовный подарок приготовил. Мое солнышко, вот у меня колода сейчас Таро Иисуса Христа, это божественная колода, и даю вам сейчас совет от высших сил, сейчас совет от высших сил, какая карта вам выпадает. Так, мое солнышко, вам выпала карта храбрость поступков, эта карта означает, что сейчас в вашей жизни вы находитесь в таком положении, когда вы даже немножечко, ну как сказать, дезориентированы, вы проходите много испытаний, и вы настолько храбрая личность, вы настолько мужественны, вы настолько бесстрашны, что благодаря вам ваши близкие люди могут преодолеть любые препятствия. Вы как мама, знаете, вот как мать-покровительница защищаете и помогаете другим людям. Вы очень храбрая женщина, сильная, харизматичная, волевая и добрая. И я вот сейчас смотрю вам эту карту книги, потому что здесь псалом на каждую карту есть, чтобы вы открыли Библию либо священное писание и почитали тот псалом, который именно будет отражать пророчество от высших сил. Значит, смотрите, 9-й псалом, запишите, пожалуйста, 9-й псалом, откройте Библию, псалом, псалом 9-й. Хорошо, спасибо вам большое. Почитайте. Вас ожидает успех и удача. Я буду за вас молиться, Любовь Ивановна. Благословение высших сил. Обнимаю. Спасибо. Спасибо. И вас тоже обнимаю. Всех вам благ. Спасибо. Добрейший человечек. Спасибо. А вот, мои родные, я хочу еще вам сказать о том, что один из подопечных моих прислал один из видеоотзывов. И по целях компетенциальности он прикрывает лицо. Это прекрасный, светлый человек, которого я консультировала. Попрошу моих помощников показать его. Любовь Ивановна. Любовь Ивановна. Антоша, я благодарю вас за консультацию. Вы хорошо помогаете разобраться в себе. Сразу видно, вы истинный мастер своего дела. И спасибо вам за помощь. И она нужна многим людям. Хочу порекомендовать всем, у кого какие проблемы, обращаться к Любомиру Богоявлискому. Он всем поможет. Всем удачи. Любомир, а вам здоровья и всего самого лучшего. Удачи. Спасибо. Спасибо, дорогой мой. Человек приходит, приходит, и видна его судьба. Видна его судьба уже от его рождения. Когда я работаю с клиентами, я просматриваю код судьбы человека. Я просматриваю его путь, его крест. Ведь у каждого есть крест. У меня, мастера креста, других мастеров. У вас, у каждого есть свой крест, который мы проходим земным путем. и мы должны этот крест свой знать, должны не отчаиваться и двигаться вперед. Вперед по земному пути. Наши день рождения определяет нашу судьбу. В тот день, в тот час, астрологически, психологически, когда мы рождаемся, уже закладывается ключевая программа судьбы. мы можем судьбу менять во многом. Посмотрите на этот стол, что возле меня. Видите, горизонт этого есть стола. Вот это, представьте, человек и его судьба. Судьба то, что как бы он хотел, он не хотел, он не может выйти за грани этого стола, потому что за ними пустота, небытие, смерть. То есть он находится в мире жизни. На этом столе, где он родился. Видите, тут карты лежат, книга, например, лежит. То есть это те условия жизни социальные, что человеку даны. И вот человек, проходя испытания, стартуя с того старта, у кого-то есть папа и мама, у кого-то нет вообще родителей, у кого-то одна мама, один папа. Вот и он стартуя движется по своему пути. Цель человека достичь бессмертия, бессмертия личности. Тяжелый путь Господь Бог посылает человеку, но тот, кто движется им вперед, дойдет до конца. Почему человек верит? Почему вы мне звоните? Когда-то философы говорили средневековые, верю, потому что абсурдно. Я же в своей кандидатской диссертации, которую сейчас пишу по философской антропологии, объясняю, и уже вышла научная статья 7.07.2021 в очень серьезном научном журнале, кто-то хочет почитать, будете помощников моих просить, звоните, они дадут вам ссылку, чтобы вы почитали, она правда украиноязычная, там я говорю о том, что человек верит, потому что у него есть тяжение к бессмертию Осирис. А нам звоночек, я слышу, алло? Алло, Любомир, хочу поздравить тебя. Дорогой Дмитрий, приветствую вас. Хочу от всей души поздравить тебя с днем рождения, желаю тебе успехов, ты постоянно работаешь в эзотерическом направлении, хочу, чтобы ты разбился еще больше, тем более день рождения, это всегда период нового отсчета, и мне очень нравится, что у тебя магия сочетается с научной деятельностью, я думаю, что вот этот год для тебя будет успешен, как в магических работах, так в научной сфере. Дорогой Дмитрий, всего самого хорошего. Огромное вам спасибо. Дорогой Дмитрий Дульский приходил ко мне в первом сезоне во вторую серию, это сильнейший некромант, колдун, черный маг, эзотерик, торолог, который создал свои уникальные колоды торо, сильнейший мастер эзотерических экстрасенсорных практик. Три зрителя дорогие. Вот номер телефона Дмитрия вы видите на экране, можете его записать и записываться, звонить Дмитрию Дульскому на приемы, на консультации. Это человек силы, это харизматичный и телеведущий, и известнейшая наша эзотерическая беспривлечения звезда. Дмитрий много лет снимается в разных эзотерических проектах как эксперт. Человек интеллектуал, дипломированный медик-врач, человек, который своим светом, своими знаниями помогает реально людям. Спасибо, родной Дмитрий. Вам благословение высших сил, да пребудет с вами сила. Ваш Любомир. Еще раз с днем рождения, Любомир. Еще раз хочу тебя поздравить. Желаю всего самого хорошего. И в твоем проекте тоже я очень рад, что снялся в твоем мистическом проекте. всего-всего. простеньки будут продолжаться дальше. Спасибо. Для меня это промотило судьбы, это моя душа. Спасибо большое вам. Благословение высших сил. Ага. Всего самого лучшего. Дорогие телезрители, прямо сейчас звоните на горячую линию, записывайтесь на молебен ко святому апостолу Петру и Павлу на 12 число. Плюс, кто позвонит по этим телефонам, вы получите 40% скидки на мой любой термин, начиная диагностика на второй, заканчивая обрядом откурча любого негатива. Это в честь моего дня рождения 34-летия. Германия и страны Евросоюза плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина плюс 38, 0, 94, 711, 41, 13. Израиль плюс 972, 256, 0, 9, 399. Соединенные Штаты Америки плюс 1, 917, 475, 0, 8, 39. Родные телезрители, я жду ваших звонков. Со мной уникальный оракул Таро Иисуса Христа, который говорит языком Библии, языком высших сил. И я жду ваш звоночек, прямой эфир. Мне приятно, что сегодня и мои коллеги меня поздравляют. Дмитрий Дульский это такой уникальный эзотерик, такой светлый практик, который владеет как двуручник сильнейшими техниками и белой, и черной майки. Я жду ваши звоночки, мои родные. А сейчас, мои дорогие, я бы хотела ставить отзыв обо мне, выводят мои помощники. Послушайте. Хотелось бы отметить, что я действительно нахожусь под впечатлением, так как человек обладает без сомнения эксцессорными способностями. Если вы хоть раз задумывались обратиться к экстрасенсу, то обращайтесь к нему. Он действительно видит нынешнюю ситуацию и возможны ее решения в будущем. И действительно складывается ощущение, что он связан с высшими силами. Это очень сильный, но одновременно добрый, понимающий человек. Мои дорогие, путь, который я прошу, это путь психологии, эзотерики. В 2005 году я вступил учиться на психолога в Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где я учился шесть лет на дневном отделении на стационаре. И в 2012 году я окончил Нежинский государственный университет с заслуженным красным дипломом магистра практической психологии, практического психолога, преподавателя психологии. Потому что именно эту магистратуру я выбрал потому что для меня практическая психология это мое предназначение. Дальше я двигался путем практической помощи людям. Я работал три года в госучреждении города Киева с тяжелым психически страдающим, которые лечились врачи-психиатры ко мне приходили как на духовную исповедь, чтобы разрешать те психологические проблемы, которые у людей возникали. Ведь медикаменты часто не могут помочь справиться с душевной боли. Да, я слушаю вас. Алло. Добрый день. Любомир Бога Явлевский. Я приветствую вас, дорогой мой Олег. Витаю вас с днем народжения от всей души. Бажаю вам счастья безраничного. Благодарю. Сказочной и верной любви, крепкого здоровья. Пусть у вас в жизни всегда сияет солнце радости и душевной теплоты. Пусть жизнь дарит вам много приятных сюрпризов. Пусть ваши глаза светятся от радости. А улыбку выставляю поставить ваши губи. Желаю, чтобы все ваши самые сокровенные мечты сбились. чтобы в вашем доме всегда впервые покой, уют и гармония. Я от души всего самого наилучшего вам желаю. Мой дорогой, спасибо за светлое пожелание. А у меня для вас будет духовный подарок. Таро Иисуса Христа. Я смотрю совет от высших сил для вас. И это у нас аркан выдворить внутренних врагов. Это карта очищения. это карта, которая говорит о том, что, во-первых, необходимо будет духовная чистка. Я с вами поработаю, мы проведем чистку. Это карта, которая показывает, что у вас сейчас идут очень серьезные перемены в жизни. Идет очищение от негатива. Идет возрождение ваше. И есть много препятствий, независимых от вас. Но эти препятствия можно будет преодолеть. Мой дорогой, значит, смотрите, что мы сделаем. Мы с вами увидимся на индивидуальном термине вот в это воскресенье. И там я вам скажу, и ваш псалм, который вам выпадает. Договорились? Запомните, карта выдворить внутренних врагов. И там мы еще поработаем. У вас все будет хорошо, Олег. Я молитвенно с вами. Мы идем путем очищения, путем удачи и путем успеха. Благословения высших сил. Я буду за вас молиться, мой дорогой. Будете набирать меня в воскресенье. Давайте 19 часов вечера, 10 минут по украинскому времени. До встречи на телевидении. всего хорошего. Мои дорогие телезрители, как я хочу, чтобы у каждого из вас было счастье, радость, здоровье и процветание. Путь счастья и радости это непростой путь, потому что у каждого возникают проблемы и необходимо с ними работать комплексно и психологически, и духовно. Если есть медицинские проблемы, я всегда отправляю людей к врачам, потому что у любого заболевания есть медицинские законы, закономерности и экстрасенсы маг не лечит, лечит врач дипломированный, но и одного медикаментозного лечения часто не хватает, нужна молитва, духовная помощь, нужны техники, нужна работа с картами, с оракулами, с эзотерикой и практической психологией. И я хочу, чтобы вы никогда не теряли веру, веру счастья и в светлое будущее. И я здесь, чтобы вам помогать. Слушаю вас, Алёна. Здравствуйте, Любомир. Поздравляю вас от своего сердца с днём рождения, я слышал вас с день рождения. Поздравляю ваш проект, желаю вам счастья, желаю вам удачи, процветания, всех благ, позитивных энергий, и чтобы ваше дело дальше развивалось, чтобы вы помогали людям. Спасибо, дорогая Маргарита. Дорогие телезрители, это уникальнейшая женщина, это творец наш, создатель видеосправок обо мне, о наших гостях. Это отарённейшая личность. Спасибо вам, Маргарита, за ваши гениальные видеосправки. Так хочется, чтобы телезрители вас увидели, увидели ваше изображение. Также Маргарита эзотерик, она таролог, очень профессиональный, у неё потрясающие действенные расклады, видите её номер телефона, стучите к ней, пишите, записывайтесь на Таро расклады, потому что она потрясающе работает с картами. Уникальная, гениальная журналистка без преувеличения, создатель эзотерических проектов. Спасибо, что вы есть в этом мире, Маргарита, и мне очень приятно, что вы меня поздравили с днём рождения. Огромное спасибо, благословение высших сил, я буду за вас молиться. Благодарю вас, Любомир. Лёгкой вам дороги и лёгкого пути. Спасибо. Всё будет хорошо, я молитвенно с вами, спасибо вам. Дорогие телезрители, прямо сейчас звоните на горячую линию по номерам Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. РФ, плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина, плюс 38, 0, 94, 711, 41, 13. Израиль, плюс 972, 256, 0, 9, 399. США, плюс 1, 917, 475, 0, 8, 39. В честь моего дня рождения вы получите 40% скидки на любой термин. Диагностика на картах 2, я гадаю, кто ко мне уже записывался на термины. До часа времени просматриваю ваше ключевое прошлое, настоящее, будущее, даю советы от высших сил, помогаю посмотреть на ситуацию иными, глазами, глазами психолога, эзотерика, мага. Никогда никому я не даю гарантию 100%. Вот никому не даю гарантию 100%, потому что мой принцип не навреди, я пытаюсь всегда любой обман свести к минимуму. Но вы видите, мои родные, порядка 80 отзывов только в интернете реальных живых людей, моих клиентов, которые записали свои видео отзывы благодарности. Письменных, там, наверное, до 30 есть. Ну, именно, главное то, что есть еще видео отзывы, люди могут просто посмотреть, увидеть. То есть большинство моих клиентов очень довольны, но это не моя заслуга. Заслуга Бога, Всевышнего, это судьба моя, от моего дня рождения, когда я родился 9 июля 1987 года, в четверг, это было мое предназначение в этой жизни, помогать людям. И вот я все эти годы изучил академическую психологию, изучаю ее дальше, сейчас я обучаюсь в двоих аспирантурах параллельно, занимаюсь научной деятельностью, также я помогаю людям, как экстрасенс, эзотерик, психолог, как тот человек, для которого магия это альтернативная духовность. Поэтому обращайтесь, мои родные, и я от души буду с вами работать. Не могу вам давать каких-то там гарантий стопроцентных, это нонсенс, но поверьте, большинство из вас убедятся на практике, что любые самые, казалось бы, безнадежные ситуации будут разрешены. Вы обретете смысл свыше через оракулы, через магию, эзотерику, через науку, психологию, через философскую антропологию. И я буду за вас молиться. А молитва мастера, тот, кто прошел уже испытание и трансформировался в мастера, она имеет мощнейшие вибрации, и она дает надежду. Ведь почему человек обращается к мастеру? Ему нужна та отдушина, та ситуация контакта с вечностью через карты Тару магии, чтобы его душа возродилась, чтобы душа перестала болеть, и чтобы эти негативные ситуации, в жизни человека эти порчи, проклятия, сглазы, чтобы оно отступило, душа исцелилась, и человек стал счастлив. И я для этого и есть в этом мире, мои родные, чтобы работать с вами, и чтобы вы все были счастливы. Я молитвенна с вами. Звоните прямо сейчас. Не теряйте время, мои дорогие. Судьба часто казалась бы неумолима. Кому-то она более благосклонна, кому-то нет, но все имеют свои духовные законы. Я слушаю вас. Алло. Здравствуйте, мой родной, мой любимый, мой ненаглядный Любомир. Мое солнышко Веренея, родная Валентина Николаевна. Я приветствую вас. Я хочу вас поздравить с вашим днем рождения. И мне есть что вам сказать. Вы как никто гениальны. Вы понимаете, что нужно каждому человеку. Это самое главное. Вы чувствуете, как правильно помочь, чтобы был результат. Я очень рада провидению, что мне довелось вас выводить в эфир еще много-много лет назад. Когда вы были студентом, мальчишкой, а теперь вы классный специалист. И я хочу вам сказать, так держать. Спасибо, мой дорогой друг. Спасибо, мастер. В жизни начало нет в жизни. Я вам говорю и нашим телезрителям говорю, нет в жизни ни начала, ни конца. Не отчаивайтесь. Есть только преображение. Есть вы, есть я, есть наши мастера. И мы всегда поможем темно и ночь берегинец на своем боевом посту. Дорогие телезрители, спешите в WhatsApp ей. Звоните. Это мой уникальный мастер, которым я еще встретился в 2010 году. Спасибо, Верине, я обнимаю, люблю вас. И у меня есть духовный подарок. Не только для вас. Я вам лично солнышко. Спасибо, люблю, обнимаю. Звоните телезрители мастеру Верине за духовным подарком. Люблю, целую. До связи, мой родной друг. Дорогие телезрители, времени очень-очень мало. Не все смогли дозвониться, я знаю. Я хочу показать последний видеоотзыв на сегодня и мы перейдем к духовному подарку. Это будет уникальный ритуал. Я прошу моих помощников вывести видеоотзыв. Сегодня я хочу поговорить об одном выдающемся человеке. Имя этого человека Любомир Богоявленский. Я с огромной радостью хочу поведать людям и хочу донести окружающему миру, что это за человек. Я была знакома с Любомиром косвенно по его творчеству. По его творчеству в соавторстве Сергеем Небогой и по другим его проектам. Но жизнь штука сложная, жизнь штука полосатая, полоса светлая, полоса темная. И у всех людей в жизни бывают творческие кризисы. Творческие, материальные, личные, всякие разные. И неважно сколько у человека было кризисов, сколько у него было падений, важно сколько раз человек мог подниматься после этих падений. И те люди, которые поднимаются после падений, у них безусловно будут и взлеты. В один из своих сложных периодов я обратилась к Любомиру за помощью. И мы встретились, и он провел для меня обряд. Наша встреча началась с того, что Любомир посмотрел мою ситуацию на своем знаменитом Таро «Мистический путь гея». Сначала я немножко удивилась, какое отношение эта колода имеет ко мне, но когда Любомир раскинул карты, я поняла, насколько эти карты говорят правду. То есть он полностью описал мое прошлое, мое настоящее, он предсказал мне будущее. Это меня очень поразило, и впечатлило. А затем он провел уникальнейший обряд. После того, как он провел этот обряд, в моей жизни буквально начали происходить положительные изменения. То есть буквально на следующий день он говорил о том, что многие творческие проекты, поскольку я человек творческий, что многие творческие проекты буквально начнут отпадать, уходить. Те, которые не приносят мне каких-то там видимых, ощутимых результатов, которые и действительно моя жизнь начала очищаться от ненужных людей, от ненужных проектов. Но самое интересное произошло два месяца спустя. Мне предложили, сделали такое уникальное бизнес, деловое предложение, о котором я уже не мечтала, скажем, в последние 8 лет. Где-то около 8 лет мне не делали такие предложения, да я уже как бы перестала надеяться. Но вот именно после встречи с Любомиром это произошло, это чудо, понимаете, чудо. И то, что это работа Любомира, вот именно его работа, на это, так сказать, есть тонкий намек, который я считываю, что это именно его работа, потому что там вот определенно знак, что это ритуал Любомира. поэтому сегодня сегодня я хочу сказать Любомиру огромное спасибо. Я хочу попросить его о терпении, потому что людей очень много неблагодарных, очень много людей плохих, безнравственных, которые говорят всякие гадости на этого святого человека, можно сказать, святого человека. И я хочу еще сказать одну мысль, которая меня не оставляет. Любомир человек, который призван в этот мир для того, чтобы быть посланником сил в этом мире, чтобы помогать людям, чтобы нести образование, просвещение в этот мир. И он достойно, очень достойно несет эту миссию. Поэтому я хочу пожелать Любомиру всего самого-самого наилучшего, всех благ, и материальных, и личных, и творческих успехов. Человек очень талантливый, и мы видим, как много, вот он достаточно молодой, но как много он уже после себя оставил. Поэтому я желаю Любомиру долгих творческих лет, и пусть он творит, радует нас. Но самое главное, что он действительно помогает людям, он действительно помогает людям, и Любомир, я вас люблю, я вас люблю всем сердцем. Пожалуйста, продолжайте помогать людям, хоть люди неблагодарные, но я думаю, это ваша миссия в этом мире. Спасибо вам, Любомир. Огромное спасибо, спасибо, солнышко, за ваш искренний отзыв. Я молитвенно, духовно с вами. Вы уникальнейшая личность, невероятно творческий человек, благословение высших сил. вы настоящая ведьма. И родные мои телезрители, времени очень мало, духовный подарок от мастера Любомира Богоявленского. С 9 июля по 12 июля 2021 года у меня открыт уникальный кармический канал, который дает мне силу и власть помогать людям, чтобы их сокровенное желание побыстрее воплотилось в эту жизнь. Если у вас есть то желание, что вам не дает покоя, хочется, а его нет, не получается, замуж не можете выйти, что-то еще не получается, напишите конкретно прямо сейчас это желание на листике бумаги. Прямо сейчас пишем это желание. Написали. О великий ангел судьбы, ты Михаил, ты Гавриил, ты Уриил и ты Рафаил четырьмя стихиями света обернитесь, да мне у помощники судьбоносные заручитесь, да пусть кармические узлы да препятствия кармические от телезрителей, кои свои желания загадали отступятся, да желания сие у мир воплотятся во имя отца и сына и святого духа, аминь. Мои родные, сейчас прочитайте в голос это желание. И сегодня, либо еще завтра, зажгите любую церковную, либо просто светлую свечу, и пусть она прогорит до конца. когда вы зажгете эту свечу, вы вот это желание зачитаете, и вы должны этот листик бумаги хранить под вашей подушкой год до 9 июля 2022 года. 9 июля 2022 года зажгете свечу, раз еще прочитаете это желание, свеча прогорает до конца. И вы должны вновь этот листик положить под подушку, и когда взойдет уже солнце, 10 июля 2022 года вы выходите на улицу в любое время, суток, с утра и до вечера до захода солнца, возжигаете вот этот листик, он загорается, сгорает, и ваше желание сокровенное будет осуществляться в этой жизни. Если желание по какой-то причине блокируется, звоните ко мне, будем разбираться, может оно не совсем реалистичное. Я люблю всех вас, благословения высших сил ваш дом желаю, процветания, успеха, осуществления заветных желаний. Время эфирное подходит до конца. Я, ваш мастер Любомир Богоявинский, молитвенно с вами. Счастья и процветания, до новых встреч. Ваш Любомир КОНЕЦ 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 КОНЕЦ